Часик вы радость и ферсаладость, дорогие хиканы, и я, хикан намбован, продолжаю спасать ваши души. После того видоса про мамку, про сорокалетних, которые не умеют в нанотехнологии, на АСК пришли хорошие вопросы. И один из них, буквально крик души, я сейчас и зачитаю. Ну что ж, дорогие друзья, чувствуется крик души, он банальный до безобразия, но сейчас, сейчас вы поймете, сейчас вы поймете. Итак, где он? Ага, привет, хикан, мне 19, почему я дерганный, как черт? Живу с мамкой и... Блять, как черт, сука. Живу с мамкой и сестрой, обе ебанутые совковые лярвы. Лярвы, чувствуете, слово такое эзотерическое, чем-то эзотерическим отдает. Не могу уединиться. Не могу уединиться. Ну, в переводе, наверное, на наш язык, не могу подрочить даже. Хорошо. Чувствую постоянное напряжение. Так. Что делать? Чувствую, скоро поеду в психбольницу. Хороший вопрос. Очень банальный. Мы разбирали его сто раз, но... Сейчас я вам объясню. Какой тут выход? Выход у нас один. Кредо нашего канала. Просто съебывайте, ребята. Все. Можно заканчивать видео. Но в чем суть? Сейчас я вам объясню. Ребята, давайте вспомним те незапамятные времена. Опять же, я же люблю всякую тупратопоповщину. Когда мужичок со своей женщиной жил в пещерах. И он каждое утро уходил загонять мамонта, например, мясо, бивни, все такое. А женщина была дома с этими... с дитями. Я очень люблю слово «дитя». Ну, с дитями и слово «нема». Я просто торчу от таких слов. Сука. Ивошний, блядь. Ивошний! Как можно вообще это... Ладно. Хорошо, идем дальше. Идем дальше. Значит, мужичок уходит, баба в пещере дома тусит с дитями. И, ну, мужичок выходит туда, на фронт, например, мамонтовый. Убивает мамонта, приносит мясо в пещеру. И он возвращается в безопасность. Так, так. Вот вся протопоповщина. Он ушел туда на фронт в опасную среду. А возвращается в безопасную. Так, так. Все. Выяснили причинно-следственные связи. Казуальные. Все. Каузальные, каузальные. Так, так. Идем. Идем. Сейчас, сейчас, секунду. Секунду. Так вот. А вот этот парень. Ну, он же все написал. И его вопрос. В его вопросе, блядь, находится ответ. Все. Он не может уединиться. Он не может. Почему я, блядь, дерганный, как черт? Ну, ты же сам ответил. Блядь, ты не можешь уединиться. Ты не можешь расслабиться. Скорее всего, там какой-нибудь студент. Или работаешь, неважно где. Ты выходишь на улицу, блядь, к быдлу. Выходишь. Там тебя хуя, 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 хуя. Домовую книгу шатал. Рот топтал. Душу мотал. Что там еще? Жизненный путь твой. Я твою все, ебали. Так вот. Эх, как у меня хорошо так получилось. Тоже забористо. Вот. И он вышел на улицу. Ну, или куда там. На работу. Неважно. На учебу. Его там рот потоптали. Душу помотали. И он же должен с тем самым фантомным мамонтовым мясом вернуться в пещеру свою. Да? А в пещере что? Сейчас. Как он написал, блядь? Сейчас, подожди. Сейчас. Где этот вопрос-то? А дома его ожидают. Живу с мамкой и сестрой. И дома его ожидают. Ебанутые совковые лярвы. Эзотерически. И он приходит домой к ебанутым совковым лярвам. И что? Это получается две смены, например? Там его рот пошатали. Тут душу помотали. И там, и тут. Вашу маму и там, и тут показывают, блядь. Все. Пиздец. И все. И человек становится дерганым, как черт. Так ладно, если это один раз. Так, понимаете? Иногда я знаю людей, которые спасаются от дома на работе. Они, блядь, бегут на работу. Бегут, как ошпаренные. Быстрее. Помните советский плакат? Скорей бы утро и снова на работу. Они стараются быстрее из дома съебать, потому что дома жена, блядь, жируха. Он может по пьяни, блядь, ее отшаркал, отшпекал, блядь, отшпандорил, отпетрушил, например, отготил по тузику. И тут раз, он утром просыпается, блядь. Ну, бывает такое. Ну, я, наверное, не на тот канал просто попал. Ну, ладно. Ну, не бывает. Ладно. В теории бывает. Когда ты нахуярился, и ты лежишь, и ты просыпаешься, значит, знаете, это состояние пробуждения алкогольное, блядь, и кто-то пиздит, или мамка, или девушка твоя, или, блядь. И самое главное, вот этот момент, эта точка невозврата, ты вспоминаешь, блядь, ты окунаешься в эту, в эти воспоминания, что ты вчера делал, и ты вспоминаешь, блядь, что ты вчера наделал, ты с этой же рукой, которая, ты друзьям говорил, блядь, ты ее унижал, ты ее оскорблял, а потом тебе просто, ну, по пьяни захотелось, и ты поворачиваешь голову, смотришь, ебаный, потрепанный, что же я наделал, а потом она тебе приходит, говорит, эй, Слав Косычев, две полоски, две полоски, все, пиздец, она ходит с таким пузом, и потом после родов, она превращается в борова, трехсоткилограммного, например, еле-еле шарашит свою толстую пизду, все, жизнь закончена, к чему я вообще это рассказывал, я что-то уже нить потерял, подожди, что я рассказывал, да, толстой, трехсоткилограммной пизды, ну, хорошо, да, и дома, а, люди на работе спасаются, да, я вспомнил, да, да, сука, и люди бегут на работу, вот, от этих личинок, от этих пьяных попойников, просто ему никто больше, блядь, не давал, или это вышло случайно, с утра водка выветрилась, а он уже прозрел, все, а куда деваться, уже личинка, если что, там тебе, ну, не в терегу поставь, там алименты, все эти неприятности, а еще, если ты слабохарактерный, если тебя воспитывала, блядь, сестра, и, блядь, совковая лярва, как он написал, ебанутая, то, а у тебя и характера нет, ты, блядь, как пластилин, так как желе, глипи из тебя, блядь, как из говна пулю, блядь, что угодно с тебя делать, ты, ну, ты думаешь, блядь, что делать, что делать, что делать, кобыли хуй приделать и замеренно продать, все, ты быстренько думаешь, что, что, так, куда, куда, быстренько, ищем себе работу, ага, ага, так, все, пиздую, куда-нибудь, я же сычуша, айти компания какая-нибудь, а вечером, что, вечером, ее же надо на нее, на эту гору любви влазить, она сычуша, у нас месяц не было, я не буду, в общем, месяц мы не занимались любовью, назовем это так, да, ты думаешь, блин, нахуй, оно мне надо, мне же, даже если я палку к хую примотаю, вот так, если я даже приварю, на уголок там как-нибудь поставлю, монтажной пеной задую, и на суперклей еще поставлю, нихуя мне не получится, потому что я столько водки уже не выпью, здоровье не то, и человек думает, обдумывает все это, он работает, и думает, нет, 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 все, я во вторую смену пойду, я, нет, 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 я еще найду, я пойду вагоны разгружать, я буду чего угодно делать, только домой я не пойду, потому что дома Боров 300 килограмм, дома, блядь, Личинус еще, и они оба, обе, неважно, орут, еще приезжает ее мамаша, мне мозги ебет, И этот финальный крик Это совсем не смешно на самом деле Потому что этот крик Он подчеркивает Он объясняет причину Почему мужички Мужички в странах постсовка Совершают в 6 раз В 6 Блять раз Больше самовыпил Понимаете почему Объяснил я вам Наконец-то вы хоть немножко подумали Почему так блять происходит Почему Вы находите связь Почему так происходит Потому что из мужичка Изначально делают блять Вот этот пластилин И он ну себе не хозяин Он не может воспитать сам себе мужичка Как говорится Он повторяет то самое импринтное поведение Например Импринтное поведение Его прошивают Ну Женское воспитание Ставят ему женские драйвера Софт не важно Блять Пиздец От этого никуда не деться То что я здесь попиздел Ну Кто-нибудь то услышит Уже поздно Это надо объяснять Когда человеку 5 лет Все дальше уже бесполезно Ну и что Как в таких условиях Человек не будет дерганым Как черт Как он блять Как он блять не будет Как черт Он ну так Это же с ума можно сойти Как он написал Пойду туда там В психбольницу В сумасшедший дом Ну рано или поздно Этим вполне себе Может закончиться Если ты Не съебешь От твоей мамаши И сестры Потому что Ты еще раз повторюсь Выходишь туда На войну И ты возвращаешься На войну И сердечко-то твое Оно не казенное Оно Башка у тебя не казенная Тебе потихонечку Приходит Пиздец 19 лет Ну в принципе 19 лет Еще не очень-то поздно Ну ладно Не важно Характер сформировался Похуй Но еще можно спасти Былую роскошь Так вот Так в чем еще прикол Ребята Задумайтесь Вот допустим Человеку исполняется 18 лет Он 18 лет Прожил С мамкой С бабушкой С сестрой И его 18 лет Вот так Вот Готили Его психику Вот так На тебе На тебя Сука Каждый день Сычуша А почему У тебя Четыре А не пять Блять Мама Бабушка Весь класс Получил Четыре И хуже Да меня не ебет Что они там Получили Меня интересует Только ты Блин А потом А вот Ваня Ерохин Мамки Сумки Тягает А ты Сидишь Дома Играешь Свои игры Мама Ну ты же говорила Что тебе похуй На других Ах ты Сука Ёбный В рот Ну ты Пидарас Такой же Алкаш Как твой Вырастешь Как твой Ебанутый Папаша Алкоголик Да лучше Да лучше бы Я Сделала Аборт Я Жена Тебя Всю Блять Всю Свою Молодость Положила Пидарас Ты Неблагодарный Проститутка Пидор 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 Проститутка Пидор 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 Песню Что ли Такую Написать Александр Сергеевич Сейчас Наверное Где-то Там В гробах Переворачивается Ну хули Постмодерн Ладно Идем Дальше Проституток И пидоров Все А ну да И человек Он не Как мы Такой эмоциональный Пассаж Прошел Жизненно Все И жизни Блять Так вот Человек Пример Он посмотрел Хихананамбаван Или еще Кого-то Неважно Думает Ну пора уже Съебывать Да Потому что Можно и В сумасшедший Дом попасть Да Он послушал Всякие Трешмогильные Истории Сделал выводы Думает Ну все Пора Съебывать Хорошо Съебал он Как-то устроился Квартиру снял Или Не знаю Достиг небывалых высот Купил себе Недвижимость Все Естественно У нас же канал Для успешных людей Светерок мой Говорит о многом Сука Так вот Нашел он себе Какую-нибудь Чипигу 10 из 10 Нашел он Все отлично И тут она говорит Ну Сычуша Скайдай штаны Ебаты ты бы буду Он говорит Позвольте Вы же не у себя дома Ну ладно Не суть Значит он Скинул штаны Она перед ним Голая Танцует Пляшет Трясет Силиконовыми Сиськами Например Жопой А у него Его Свисток Что-то Как-то Не свистит Не функционирует Его Маленький Маленький Младший Младший Сычуша Младший Сычуша Джуниор Никак не реагирует Лежит Не дышит В общем Он находится В коме Например И он говорит Эй Именем Революции Приказываю Встать Но Не именем Революции Ни за веру Ни за царя Ни за отечество Он не собирается Сычуша Младший Поник И умер Безвременная Кончина Например Как у вольного Практически Все Он умер Погиб Почил в бодзе Все Капец ему Пиздец настал Человек смотрит На нее Человек хочет Человек видит Что она красивая Но у него Не встает Хуй Например Или следующая проекция К примеру Девушка То же самое Посмотрел Хикананам Паван Съебалась И вот она Вроде нашла себе Какого-нибудь Там Альфача Или Сычушу Например Все У нее Все в порядке С физиологией С соматикой Все у нее хорошо Но В чем суть Вот начинается У них Моднейшая Копуляция И что-то они Ну как-то Пошло-поехало Пять минут Десять минут Нихуя себе Загнул Десять минут Хорошо Три минуточки Сычуша И что-то она Ну ничего Абсолютно Ничего Никаких ощущений Даже ей как-то Больно Она думает Как с Карлитохара Она думает Ну что за Развлечение Мне вообще Неинтересно Ну что тут такого Штрыкаешь Штрыкаешь А спроси Нахуя Ну она не понимает Не может понять Ну в чем Может я фрегитная Может еще чего-то Что вообще Ребята Что происходит Вообще Она не может понять То же самое Мужичка Что-то у нее Как-то На поней У него Колом Вздыбился Что-то Как-то на бабу На живую Ну вообще Никак Да и Что-то Как-то человек Стал закрываться Что-то у нее Происходит Ручки трясутся Глазки дергаются И баба думает Может я какая-то Дефективная Малахольная Хуй Объясняю 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 Помните Когда-то еще В пятнадцатом году Пришел такой вопрос Хикан Можете найти По-моему Он там есть У меня Проблема с пеструном Вот Мамка Там что-то Я не помню Как там В чем суть была Вопрос В общем Суть в том Что Человек болел Хуй Ну что-то там Произошло И Ну он Ему стыдно было Стыдно Понимаете Я сколько Вот не встречал Допустим Таких вот Ебанутых Совковых родителей Которые говорили Чувак Ну понимаешь Такими Заболеваниями Болеют только Ну люди Знаешь Это что-то Сродни Наркоманов Каких-нибудь Крокодилов Или Ну Каких-нибудь Бандитов Каких-нибудь Маньяков Например Практически В общем Чикатило Болел Там чем-то Таким Ну ребята Знаете Даже Рак молочной Железы У женщин Относили К этим Заболеваниям К постыдным Этими Болезнями Болеть стыдно Вот если У вас конечно Не дай бог Там Кто-нибудь Мамка Или бабушка Ну и близкий Кто-нибудь родственник Умер от рака Молочной Железы Ну знаете Они умерли Постыдно Смертью Со слов Этих Ебанутых Ну вы понимаете Это такой Блять Бред Сивой Кобылой И представьте Весь этот Бред А ну да К чему Это все То что Ну нет Этими болезнями Болеть нельзя Ну как-то Стыдно Нельзя К врачу Ходить Потому что Ну как Если они увидят То ты же Сразу умрешь Да Они будут Смеяться С тебя Да Они там Привезут Полгорода Вывезут тебя На площадь Будут Бинокли Каждому раз дадут И будут рассматривать Там какие-то Мужские Женские Гениталии Мало ли что У вас там болит Ну у кого У женщин У мужчин Будут смеяться Может быть Даже камнями Вас закидают И сожгут На костре Как в старые Добрые времена И когда человек Живет В такой среде Опять же Бытие Определяет сознание Ну а А что у него Должен то хуй стоять Потому что Мамка там Говорит Все Пиздец Все Стыдно Стыдно Табу Табу Нельзя Табу На сек Ну а А что Откуда дети берут Ну их аис приносит Не-не-не Ну нельзя Ну нельзя Это обсуждать Ну никакого Полового просвещения В школах Не должно быть Ну нельзя Ну дети берут Ну блять Нас партия рожала Нет Ну нельзя Ну Ленин сам Блять Потузик уготил Мамку и все И сразу рожались дети Ну нельзя Блять Нельзя об этом Говорить Нельзя Нельзя ни в коем случае Это надо произносить Действительно С таким кликушеством И подвыванием Чтобы Сука я сам С этого угораю Пиздец какой-то Это ебанутые Шакалы Они и детей делают Инвалидами Поехавшими на голову Какие Я вообще удивляюсь Как кто-то Действительно там После такого воспитания Имел детей И секс Блять Какие оргазмы Просто многие Там и на доводчах Жалуются Вот почему моя тёлка Как бревно А чё она должна быть Не как бревно Откуда она вообще Знает Хорошо хоть интернет У людей появился Блять Потому что мамка С папкой Им такое наворачивали Ну не у всех Конечно я говорю Только о терминальной стадии Я ещё раз подчёркиваю Просто многие думают Что все так Нет Нет Я говорю только Вот о таких У немногих Конечно Есть сильный характер Врождённые качества Харизма Они плюют на всё это И съёбывают Им всё легко В жизни даётся Но не у многих Не у многих Понимаете Вот как Кант говорил Что человек Якобы априори Рождается С ломовейшими идеями Например Да То есть до опыта Он что-то уже там знает Но хуй ночевал Пизда приснилась Как говорится Но потом Джон Лок сказал Что вот человек Это табула раса Чистая доска И что Вот То есть Что ему в голову Какого говна ему насуют Так он и будет жить Например Я с ним полностью согласен А если Сына корзина Рождается Вот в такой семье Когда ему Блять Его черепную коробочку Открывают Туда ему срут Блять Вот этой хуйнёй Когда он не может Расслабиться Когда он Вот как он пишет Не могу уедиться То есть Передёрнуть не могу Ну а чё он не должен быть Как чёрт Потому что его Так прошили На его Табула раса На уже не табула раса Уже всё там написали Ага Вот это Вот это Вот это Будь дерьмом Будь аморфным Блять Будь безвольным Будь безинициативным Мама Мама с бабушкой Или с кем там С сестрой За тебя всё решат Всё пиздец Ему поставили Женский драйвер Раз Софт И полный Пиздец И человек Я вижу Его аж трясёт Уже Рано или поздно Он дурочку попадёт Если с ним ничего Ну дальше Дальше Если он никак не изменит Например Свою судьбу Свою жизненную Парадигму Например Ему будет просто Пиздец Нет конечно Я выражаю Свою точку зрения Я могу ошибаться Но зачастую Так и бывает Что люди Ну если Блять Я не хочу об этом Короче Не хочу нагнетать Но иногда Это очень плохо Заканчивается Ещё раз Вспомню Афоризм Аркадия Давидовича Который мне Последнее время Очень нравится Всё хорошее Очень плохо Заканчивается А плохое Не заканчивается Никогда Лапидарнее Точнее Никто не скажет Да дорогие друзья А потом Приходят Мужички Бабы И говорят Ой А чё это у меня Хуй не стоит Ой А чё это я Никогда Не испытывала Оргазм Почему Нет Конечно же Причины Могут быть Разные Не только Потому что Мамка Папка Или кто угодно Над ними Издевались Прошивали их Женской Софтина Или ещё Чего-то там Нет Причины Могут быть Разные Я просто Вам Доношу Ту информацию Которую Я встречал Лично Причём Очень много Раз В разных Семьях С разными Людьми Которые мне Это рассказывали Их была Просто Куча Хуева гора Итак Дорогой Дружочек Пирожочек Пожалуй Хватит Уже Пиздеть И пора Сделать Выводы Ты пишешь Что ты Испытываешь Напряжение А чтобы Не испытывать Напряжение Тебе Необходимо Убрать Этот источник Напряжения Не усмыслишь Что-то сделать С мамкой Или с кем Сестрой Нет Тебе Пришло Время Съебать Самому Но есть Опять же Одна проблема Сказать И так Это все И есть Так Это и работает Замкнутый круг Когда из тебя делают Дерьмо Когда еще раз Миллиардный раз Повторю Ставят тебе Драйвера Которые тебя Поставили Все Пизде Ты уже Никуда не выберешься Ну если ты Вдруг Один раз Хотя бы Возьмешь Вот волю в кулак Ты взял Свой мозолистый Кулак Ты взял Блин Вот И все И все И пошел Пошел на пролом Пошел Блять В психическую атаку Как в фильме Чапаев Например И вы Собрали Чамайданы Собрали Вещи Все Фигурки свои Анимешных Анимешных Девочек Выходите И мамка Бабка Сестра Или кто угодно В том случае Мамка-сестра Стоят На пороге Как в картине Маковского Не пущу Сычуша Там же тебя Изнасилуют Там тебя Встретят Там тебя Убьют Как же ты Проживешь Без нас Корзина Не надо Не надо Кто же Да кто же Мне Но они же тебе Прямо не могут сказать Что Мы потеряем Своего Раба Мы потеряем Того Из кого мы Пьем Энергию Блять Из кого мы Блять Просто над кем Мы издеваемся Когда нам плохо Или когда у нас Сесичные Месячные Хуесичные На кого мы Сливаем Всю эту чернуху Весь этот негатив На кого На тебя Блять Сечуша Что там Хуево Что там Какого хуя Ты сюда Поставил Эту чашку Какого ты Хуя Вообще Сюда И суешься Вшу нахуй Пидорас Блять Ну я думаю Я думаю Многим Знакома Эта картина Если вы Живете В таких же Условиях И Они не хотят Терять Амешку Из своего Дома Над кем Они будут Издеваться На кого Они будут Орать И злость Вымещать Может быть Этот чувак Я не знаю Ездит готовить За сигаретами Бегает Может он Знаете Вот как душара В армии Да Там Стирать носки Или что там Я просто размышляю Строю всяческие проекции Но в большинстве случаев Они не хотят Терять Прислугу Которую Они Ну или мамка Допустим Растила Для себя Всю свою жизнь Чтобы Никаких Девочек Девочки Это зло Как в этом Старом Дурацком фильме Водонос С Адамом Сэндлером Кто не видел Ну Я не знаю Я в 90-х Последний раз Смотрел Мне конечно Понравилось Ну ладно Не суть Это было Очень давно Вот И там Мамка говорила Девочки Это зло Ну естественно Зло Потому что Ты блять Прислугу Под себя Растишь Все Они не хотят Терять Кто хочет Потерять Свою собственного Раба Кто Они сами Все это будут Делать Самое главное Дело Даже не в том Кто там За сигаретами Будет бегать Или под старость Лед Принесет Стакан воды Самое главное Это Это энергетический И Ментальный Ментальный Уровень Энергетический Ментальный Уровень И Эмоциональный Фон Эмоциональный Фон Потому что Блять Не с кого Будет питать Питаться Этой энергией И источник Энергии Убегает Все И обычно Когда такие Сычуши От кого-то Убегают И от них У них Перестают Отсасывать Эту энергию Блять Идите нахуй Хотите вертить Хотите нет Но это так и есть И люди Прямо Расцветают На глазах Такие Опа И все И хорошо И сразу Он там себе Телочку Хуелочку Нашел Ну это конечно Тоже такие Мои проекции Но И так бывает Бывает что Как я уже сказал Ну люди Не могут Очухаться Например Потому что У них Такая прошивка Стоит У них там Или хуйни Стоит Или бабы Кончить Не могут Это конечно Разбираться Необходимо Специалистам Я вам говорю Как оно бывает Какие бывают Сложные Конструкции К сожалению Которые прошивают Блять Радакович Вот опять же Ребята Сколько я уже Раз это не говорил И все это Проходит безнаказанно Когда Кто-нибудь Там гопник На улице Калечит Блять Человека Но его Когда-никогда Но могут Посадить Например Потому что Покалечил Человека Нанес Вред здоровью А тут Наносят Вред здоровью Блять И физическому И психоздоровью И нихуя Никому Хоть бы Хуй по деревне Все равно Ничего не происходит Ну как Ты приходишь В ментовку Говоришь Блять Мамка Меня За двойку Наругала Или еще там Что-то Менты тебе Пошел Нахуй Отсюда Вот она Безвыходная Ситуация И эта ситуация Должна Решаться Исключительно На законодательном Уровне Но еще раз Миллиардный раз Повторю Если бы я был Каким-нибудь Главным масоном Прихлебателем Рептилоидов Я бы все Стал так Как есть Может даже Еще хуже Может я Какие-нибудь Спонсировал Какой-нибудь Никсель Пиксель Чтобы она Промывала Мозги Всем Ну там Стрелочки Не поворачиваются Вот в эту Хуйню Чтобы Амешки Нью Дженерейшн Блять Появились Чтобы Амешки В минус 16 степени Блять Везде По улицам Ходили Чтобы Не просто там Боялись Остановку Заказать А просто Чтобы там Выйти из комнаты Не выходи из комнаты Зачем Мне на улице Агрессивное Быдло Еще Может быть Разумное Еще Решительное Которое Ну вот я Немножечко Миллиардик Там где-то Украл Где-нибудь А мне Быдло такое Эй Эй Ты Мы же тебе Доверили управление Там Страны Регионы Неважно Еще чего-нибудь Где миллиард А ты такой А где 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 Они тебя Раз за жопы И все И скинули Например Ты такой Ой-ой-ой Как плохо Сидишь в тюрьме И плачешь А зачем Оно мне надо А если все будут Омешками Например Если все будут Под каблуком То и что Люди Ну и не выйдут На улицу И все прекрасно Ну в принципе Так оно и есть Такие реалии Есть Вот А что Не прав что ли Если не прав Напишите в комментарии Я еще раз говорю Я такой человек Что я понимаю Я могу ошибаться Я всего лишь человек Все Хиканы Хорош пиздеть Основной вывод Тебе пора съебать Но Как тебе это сделать Ты уж Братан Решай Сам Попробуй Я же говорю Это банальности Такие Возьми волю в кулак И все такое Но если Всю жизнь Тебе вбивали Все это Мне просто поражает Как некоторые люди Говорят Ооо Бля Да Да Просто Начни с себя Ну конечно Начни с себя Подойди Какому-нибудь инвалиду Колясочнику Ну просто Пробеги Стометровочку Ну что ты тут сидишь Ну вы что Издеваетесь что ли Все человека Все же сделали инвалидом Ну как говорится Сытый Голодному Не товарищ Все ребята Берегите себя Берегите свою психику Не будьте Дерганными Как черти Лучше Ставьте классы Подписывайтесь На канал Только я вам приношу радость Только я вас Просвещаю Например Донатите у нас Бабулинович пакеты Заказывайте рекламу Сигны Может там на колокольчик Тоже нажать Все Слава Канамбабули Слава До новых встреч Берегите себя Всем пока